А шестой выходит на Кубок России. Итак, 37-й заезд у нас с вами впереди. В нем будут стартовать по первой дорожке в красном нашлемнике Павел Чайка, Волговещенск. По второй дорожке в седьмой нашлемнике Тимур Бахчаев, Кумертау. По третьей дорожке в белом нашлемнике Алексей Иванов, Ижевск. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике Василий Несытых, Тольятти. Продолжение следует... Ну что ж, друзья, ждем, ждем, когда судьи закончат обновлять синюю линию. И участники 37-го заезда выйдут на старт. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, друзья, встречаем аплодисментами Субтитры создавал DimaTorzok Только три спортсмена вновь не выходят на старт Димур Бахчаев. Итак, по первой дорожке стартует Павел Чайка, По третьей Алексей Иванов, и по четвертой Василий Несытых. А что так тихо на трибунах, Уфа? Ну что, друзья, посмотрим, как сложится борьба в этом заезде. И, конечно, не забываем болеть, Уфа! Поехали! Поехали! Словый старт Алексей Иванов, Павел Чайка сразу выходит вперед. Василий Несытых идет вторым, третьим. Алексей Иванов. Алексей Иванов, посмотрите, сейчас пытается атаковать позиции Василия Несытых. При выходе из поворотов ходит, и он уходит на второе место. Сейчас даже пытается обойти Павел Чайку. Вновь попытка атаки. Ну что, сможет Алексей обойти или нет? Алексей Иванов подходит вперед. Ай-яй-яй-яй-яй! Удержался на седле своего мотоцикла Алексей. Павел Чайка, посмотрите, наседает на своего оппонента. На завершающий круг уходят спортсмены. Он вяжется, Алексей, назад. Павел Чайка обходит его с другой стороны. Ну что, друзья, посмотрим, что же будет на финише. Павел Чайка оттесняет Алексея Иванова. И финиширует первым. Три очка, 15 из 15. У него сегодняшний результат. Итого, за два дня соревнований 29 очков набирает Павел Чайка. Алексей Иванов на финише вторым. Зарабатывает два очка. Третьим Василий Несытых одно очко. Алексей Иванова... Сегодня он набрал 9 очков. За два дня соревнований 16 очков. Василий Несытых сегодня набирает 6 очков. За два дня соревнований 15. Ну что ж, друзья, 38-й заезд у нас с вами впереди. В нем будут стартовать по первой дорожке в красном нашлемнике Евгений Сотников, Пенза. По второй дорожке Андрей Шишегов, Стрелитамак. Он в синем нашлемнике. По третьей дорожке в белом нашлемнике Арам Кабибулев, Стрелитамак. И по четвертой Сергей Бакаров, Луковице. Продолжение следует... Ну что, друзья, ваши аплодисменты и свист-гонщикам оставьте. Летто вверху, поехали. Арат Кабибулев, Сергей Макаров. Арат Кабибулев сейчас первым, Сергей Макаров второй. Андрей Шишегов третий. Илья Несытников четвертый. Арат Кабибулев не делает, но Сергей Макаров по более чистому льду пытался обойти своего соперника по наружной траектории, на более высокой скорости. И удается это будет как сделать. Андрей Шишегов тем временем также вступает в борьбу. Да что ж такое. Вот посмотрите, Сергей Макаров годом, хорошим годом отходит своего соперника. Вот сейчас делает это Андрей Шишегов. Андрей Шишегов пытается ходить Сергея Макарова. На завершающий круг сейчас пошли кончики. Тоже Сергей Макаров и Андрей Шишегов. Так, завершающий поворот. И смотрим, что же будет на финише. Андрей Шишегов. Вот так вот хлопнул в дверью. Три очка Андрея Шишегова. Два Сергея Макаров. Одно очко Арат Кабибулев. И ноль Евгений Сотников. Ваши аплодисменты Андрею Шишегову. В 39-м заезде будут стартовать только три спортсмена. По первой дорожке в красном нашлемнике Антон Блинков. По второй дорожке Вячеслав Бибик в синем нашлемнике. И по третьей дорожке в белом нашлемнике Сергей Палточев. Друзья, время 37-го заезда 64,6 секунды. Время 38-го заезда 65,3 секунды. Итак, друзья, у Арата Хабибуллина сегодня 9 очков, 17 очков за 2 дня. Сергей Макаров. 11 очков. Сегодня он набрал 22 за 2 дня. Андрей Шишегов. 7 очков. И общий счет 17 у него за 2 дня соревнований. Ну что, все три участника заезда сейчас на своих стартовых местах. А я не слышу аплодисментов в их честь. Поехали. Сергей Палточев сразу выходит вперед. Вячеслав Бибик идет вторым, третьим. Антон Блинков. Сергей Палточев, посмотрите, насколько наращался от своих соперников и продолжает наращивать отрыв. Антон Блинков пытается обойтись своего соперника, но он пока-пока остается третий. Отходит Антон Блинков. Вячеслав Бибик, на завершающий круг тем временем отправляются спортсмены. Сергей Палточев по-прежнему сохраняет лидерство. И что же у нас на финише. Сергей Палточев. Три очка. Ну что ж, друзья, ваше поздравление к Сергею Батычу. Сегодня он набрал 10 очков и забыл для соревнований 20. Результат Вячеслава Бибика аннулируется за пересечение внутренней северии трека. Ну что ж, друзья, завершающий сороковой заезд у нас с вами впереди. Ждем нас стартивным участникам. По первой дорожке в красном нашленнике Максим Карпухин, Саранск. По второй дорожке в синем нашленнике Дмитрий Буланкин, Уфа. По третьей дорожке Данил Иванов Тольятти и по четвертой Егор Козенный в Уховице. Данил Иванов Тольятти. Перезаезды выезжают на трек. А я не слышу ваших аплодисментов, друзья. Ну а по окончании сорокового заезда судейская коллегия почитает результаты и скажет, будут ли перезаезды. Напоминаю, перезаезды будут за первое-шеестое место. Как я уже говорил, гонщики, занявшие первое-четвертое место, попадают в финал. Пятый гонщик идет в финал запасным. Шестой выходит на Кубок России. И так все, внимание на старт сорокового заезда. Поехали. Третьим Максим Карпухин. Вот остановка заезда падает. Егор Козерный. Ну что ж, друзья, виновником остановки заезда признается Егор Козерный. И к перезаезду он не допускается, о чем говорит вот этот зажженный желтый маячок. Поехали. Ну что ж, друзья, ваше аплодисменты участникам перезаезда. Максим Карпухин, Дмитрий Буланкин, Данил Лаванов. Максим Карпухин, Дмитрий Буланкин, Дмитрий Буланкин. Максим Карпухин, Дмитрий Буланкин. Максим Карпухин, Дмитрий Буланкин. Максим Карпухин, Дмитрий Буланкин. Вновь впереди Данил Иванов. Вновь впереди Дмитрий Буланкин. Итак, встречаем финиш. Данил Иванов, три очка, Дмитрий Буланкин, два очка, одну очку, в свой актив записывает Максим Карпухин. Итак, у Данила Иванова 14 очков, 28. За два дня соревнований Дмитрий Буланкин, 13 очков, 27 очков за два дня соревнований. И Максим Карпухин набирает сегодня 7 очков, 13 у него за два дня соревнований. Ну что ж, друзья, сейчас подготовка дорожки. Перезаезд у нас за шестое-седьмое место за попадание на Кубок России между Аратом Хабибулиным и Андреем Шишиговым. Они набрали по 17 очков. Спасибо. 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 Ну что ж, друзья, приветствуем участников перезаезда. Андрей Шишигов, Арат Хабибулиным. Парад Хабибулиным в белом на шлемнике, Андрей Шишигов в красном на шлемнике. А что так тихо на трибунах, Уфа? Поехали. Не попался Андрей Шишигов. Арат Хабибулиным в белом на шлемнике, Андрей Шишигов, Арат Хабибулиным пытается атаковать своего товарища. Он на младен, но пока остается вторым. Вновь попытка атаки. Посмотрите, Андрей Шишигов. Прикрывает траекторию очень грамотно, технично это делает. Арат Хабибулиным вновь попытка атаки. Посмотрите, как упорно атакуют. Завершающий круг у голод спортсмены. Сохраняет линию старейших шагов. Ай-яй-яй, переставляет его в поларете. И молодой спортсмен Арат Хабибуллин устремляется вперед. Итак, завершающий поларет и финиш. Ну что ж, друзья, ваше аплодисменты Арату Хабибуллину и Андрею Шишегову. Ну а сейчас у нас впереди церемония награждения. Награждение будет с первого по пятое место. Так что, друзья, самое интересное и интригующее впереди. А я хочу вам напомнить, что в январе месяце на нашем стадионе 12-13 января 2013 года пройдет финал 2 личного чемпионата России. 16-17 февраля 2013 года пройдут 3-4 этапы командного чемпионата России среди клубных команд Суперлиги. Ну и 23-24 февраля полуфинал и финал личного чемпионата Европы. Ну что, друзья, пока все не разошлись, пока еще все не здесь. Я хочу поблагодарить вас за то, что пришли, за то, что поваление. Ну а самые стойкие остаются на церемонии награждения. Позвольте поздравить вас с наступающим футболистом. Позвольте поздравить вас с наступающим новым годом. Позвольте поздравить вас с наступающим футболистом. Позвольте поздравить вас с наступающим футболистом. Позвольте поздравить вас с наступающим футболистом. Субтитры сделал DimaTorzok